Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, не другим. Не откажу себе удовольствия в очередной раз процитировать основателя группы Воплига Доплясова, рок-икону украинской музыки, Скрипку, Олег Скрипка. Мне сказал, что на Украине надо петь по-украински. Давно это было, кстати. После этого он выступил с инициативой создать гетто для тех, кто не в состоянии выучить украинский язык, для граждан Украины, которые ридну мову освоить не могут. Но песни совсем взяток. В шоу-бизнесе в украинском положено действительно петь по-украински. Эта жена Арестовича, можете себе позволить, в интервью сказать, что русский язык для нее не язык оккупанта, и она привыкла на нем говорить, и будет на нем говорить. Все-таки Арестович себя позиционирует, как возможный будущий президент нынки. А шоу-бизнесе не забалуешь. Я к чему это? Есть такая слава. Кавинская одесситка. У нее есть один хит. Смешной достаточно такой. Вы его послушайте, если захотите. Так вот, ну, на русском языке вот беда. Поэтому она решила его перепеть по-украински. Ну, возможно, что будет не хуже. На сердце лето, зима в календарі, Мене дратуешь ты, як хлятці комарі. Колись тобі шукалася тихий океан, Зараз придивилась на хіба коню бояк. И снова лето, и снова комары. Я в твоих объятиях спасаюсь от жары. Ты стал таким холодным, как тихий океан. И я решила, на хренах, хозе бояк. Вода камень точит, это точно не про нас. И зря я положила на тебя, когда ты глаз. Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто... Серёжа, на сколько можно снимать одно и то же? Вы бы мне хоть актёра поменяли для разнообразия. Чё смотришь? В моём сердце минуль я трогаю на красный, Не замечая светофор, но встать и не напрасно. Опять ты попытался мне перейти дорогу, И вот ты под колёсами моей любви. Слава Богу, слава Богу, я теперь свободна, Без попута у меня с тобой походу. Слава Богу, ты теперь чес, Ведь каждый день с тобой был похож на помес. Слава Богу, без попута у меня с тобой походу. Вырастают крылья, и я лечу, Ищи меня теперь, как тинейджер ты хочу. Я больше не хочу, я больше не хочу Зажигать под душу и усвечу. Я зря прислушивалась, кто потук копыт, Я думала, ты принц, а теперь смеюсь на взрыв. И вот который раз я складываю пазл, И всё равно выходит, что ты просто... В моём сердце ременор, я трогаю на красный, Не замечая светофор, но встать и не напрасно. Опять ты попытался мне перейти дорогу, И вот ты под колёсами моей любви. Слава Богу, слава Богу, я теперь свободна, Без попута у меня с тобой походу. Слава Богу, ты теперь чест, Ведь каждый день с тобой был похож на помес. Слава Богу, без попута у меня. Слава Богу, без попута у меня. Моём сердце ременор, я трогаю на красный, 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 Опять ты попытался мне перейти дорогу, И вот ты под колёсами, Слава Богу, я теперь свободна, Без попута у меня с тобой походу. Слава Богу, ты теперь чест, Ведь каждый день с тобой был похож на помес. Слава Богу, без попута у меня. Слава Богу, без попута у меня. Слава Богу, без попута у меня. Каким-то сельскохозяйственных продуктами и освистали за исполнение недавно на русском языке да вот разве вы можете представить ситуацию что где-нибудь в россии музыкантов за то что они поют на украинском языке подвергли бы не знаю какому-то астратизму вот почему такая разница к подходам чем вот вы себе можете это объяснить потому что потому что вопрос языка он болезненный на украине и он стратегически важный вопрос вопрос языка на украине это это вопрос существования украины как государство вообще вот это кто-то понимает кто-то не понимает а какие-то какие-то люди какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды и вот такие акции как забрасывание яйцами кого-то там культурных деятелей либо политических это все равно политическая провокация и какая-то власть себе какие-то там очки куда-то записывает либо какое-то формирование и значит у них какой-то стратегический план потому что когда это происходит всегда есть кто это сделал но слава богу слава богу где но там не у нас это происходит там но страшные вещи там я быстро напомню запомнить забудем это теракты и всегда есть ну как бы производитель теракта то есть это страшная раскрутка но тут как бы более мягкая история там это кто-то раскручивается безусловно какая-то но мы выживем в таком мире вот а потап и настя я их прекрасно знаю люди как бы популярные во всем снг но они любят украину они они действительно патриоты я взяли бы туда и да они не они хорошие люди но но могли бы в тернополе спеть и на украинском языке или по крайней мере я знаю а у них есть репертуар нет у них нету но могли бы могли бы напрячься потому что я знаю даже русских исполнителей которые 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 приезжают ну на украину они там хотя бы одну песню поют даже киркоров пел и кобзон они на украинском языке поют и сразу от зона сам бог велел он ну да и сразу всем приятно и естественно люди но людям это очень нравится потому что это одно это дань уважения если если исполнитель приезжает приезжает в украиноязычный город и ну и и не поет на на местном языке то он рискует получить вот ну такие штуки дивиденды потому что равно как бы надо надо учитывать настроение народа не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале москва 24 говорить о всех эфирах российской мовы и как ставишься домовного питания украины если говорить именно про меня то я использую сейчас 50 на 50 так как это мы первое в жизни интервью то наверно мне комфортнее говорить на русском языке потому что я с рождения говорю на этом языке на этом языке говорили со мной мои родители я не планирую исключительно переходить на украинский язык хотя я поддерживаю и всячески уже уважаю людей которые для себя такое решение приняли тем более что опять же я понимаю людей у которых есть конкретная связь русский язык мова там язык оккупанта но у меня такой связи нет то есть это мой язык это не чей-то язык которым я пользуюсь это конкретно мой язык